Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Возможно, вас удивляет, что я так часто показываю вам туман, но на это есть две причины. Первая, меня удивляет такой туман. Я в своей жизни таких туманов не видела только здесь, в Италии. А вторая причина, я снова хочу показать, что даже вот при таком утре, который не располагает к хорошему настроению, очень-очень многие люди наряжаются, выглядят отлично, и я думаю, таким же образом себя чувствуют. Именно об этом мой стрит-стайл. О повседневной жизни, о том, как выглядеть классно, здорово, но самое главное, таким образом себя чувствовать и ощущать, прежде всего, используя собственную одежду, не линяясь с самого утра, надеть что-то, что нравится, что мы сами считаем красивым. Сегодняшний стрит-стайл я начну с обзора витрин, потому что витрины обновились, и я покажу вам витрины уже нового сезона. Их очень мало, в основном это крупные магазины, но я вижу тенденцию. Это розовый цвет, все его оттенки, фуксия, пастельный розовый, очень-очень много розового самостоятельного, как в данном жакете, либо, возможно, это трикотажное что-то, типа кардигана, но и также очень много розового в принте. И повторюсь, это розовый любых-любых оттенков, поэтому, если вам нравится розовый, то это, наверное, сезон, чтобы его носить, по крайней мере, здесь, в Италии. И также хочу сказать, что розовый у лица очень освежает, но важно найти свой оттенок. Я думаю, что в этом сезоне каждая сможет найти свой оттенок, и я обязательно его поищу. Это вариация на тему все-таки оранжевого, но на камеру, скажем так, цвет искажается. По юбке, например, видно, что это розовый, также розовый цвет, поэтому, да, розового очень-очень много. И розовый часто сочетается вот с оранжевым таким, возможно, потому что, действительно, розовый плюс оранжевый, это очень красивое сочетание. Каждый стритстайл, который я снимаю, этот набор трехсекундных отрезков, я каким-то образом для себя называю. И сегодняшний стритстайл, то, что я сняла сегодня, для меня стритстайл шляп. Я увидела огромное количество шляп снова на мужчинах, но также на женщинах шляпы прекрасно сочетаются не только с пальтом, но и с пуховиками. Этот образ замедленный, я хотела показать вам принцип контрастности. Оба образа очень красивые и оба закомпонованы по принципу контрастности. А в образе этой сеньоры, хотела бы обратить ваше внимание, на рубашку плюс джемпер смотрятся всегда очень хорошо, а также брюки со стрелками. Брюки со стрелками стали моим фаворитом. Я обращаю внимание на то, как они здорово смотрятся, что на мужчинах, что на женщинах. Светлые аутфиты неизменно обращают на себя внимание. Их очень просто составить, необходимо взять просто одежду светлых цветов и закомпоновать ее вместе. И да, это всегда обращает внимание. Из огромного количества людей, которые одеты в основном в темные цвета, потому что мы все-таки до сих пор находимся в прохладном сезоне, светлые ансамбли очень и очень украшают любой стрит-стайл, где бы я ни снимала, и очень обращают внимание. В последнее время я вижу достаточно большое количество необычных головных уборов, которые, к счастью, можно сотворить своими руками, как, например, подобный тюрбан. Я рассмотрела девушку, она потом появится также в других кадрах, в другом месте я ее встретила. Это самый обычный шарф, который вот таким образом интересно завязан. И да, я уже показывала большое количество беретов, которые попадают в кадр с меховым помпоном. И я показывала несколько необычных головных уборов, которые имеют нечто наподобие вуали, нечто наподобие сеточки. Это тоже очень красиво, очень необычно, в особенности с достаточно спортивными компоновками, например, пальто плюс кроссовки. Шуба. Мы видим шубу классического фасона. Я думаю, сшита она была достаточно давно, как и многие шубы. У меня подобная шуба тоже имеется. Посмотрите, самыми обычными кедами все смотрится достаточно неплохо. Белое пальто войдет в список трендов. Который я смогла, что называется, нанаблюдать, снимая людей хорошо и красиво одетых. Белое пальто очень и очень популярно. Также, кстати, популярно пальто с разрезами по бокам, не с классическим разрезом сзади. Если вы хотите знать мое мнение, я не люблю разрезы по бокам. На мне они не очень, мне же самой нравятся. Но я много раз обращала внимание, что пальто с боковыми разрезами смотрится достаточно эффектно, прежде всего в движении. И вот обещанные шляпы. Посмотрите, как красиво и как просто одновременно. Снова необычный головной убор, который смотрится очень эффектно и очень обращает на себя внимание. При очень простой и лаконичной, как в данном случае, компоновке, я думаю, является очень-очень хорошим акцентом в образе. Шапка с помпоном, которая очень популярна и которая придает хорошие 7 сантиметров нашему росту. И следующий образ, это образ со шляпой. Посмотрите, как красиво, как эффектно. Я на самом деле сама бы никогда не подумала, что вот такое классическое пальто с меховой оторочкой может так хорошо смотреться со шляпой. На самом деле, очень эффектно. Продолжение следует... Ну что ж, снова небольшая подборка светлых образов, которые компонуются по правилу контрастности и смотрятся очень эффектно, как в данном случае. Либо по правилу монохромности, как в данном случае. Кстати, здесь мы имеем тонкий пуховик под вот такой объемной накидкой. Светлые образы всегда смотрятся выигрышно, всегда смотрятся хорошо. И в этот раз я увидела также большое количество черных плотных колготок, которые носятся здесь в Италии достаточно часто, с белой спортивной обувью, либо с любой другой обувью, но есть некая контрастность. Эту сеньору, я думаю, уже очень многие знают, и она является собой примером того, о чем я говорила в других видео. Очень многие итальянки выглядят очень и очень классно, но они выглядят одинаково каждый день. Они носят ту же самую одежду, которая им нравится, которая, по всей видимости, их украшает изо дня в день. Я встречаю их очень-очень часто в одной и той же одежде. Ну что ж, вот такую обувь много раз показывала. Носится она, как правило, еще с фактурным, очень часто шерстяным носком. В данном случае это улги, но очень часто мы встречаем и просто тапочки. Не знаю, каждый из нас решает, носить такие или нет. Думаю, что, конечно же, это очень удобно. Это достаточно тепло, когда еще не очень холодно, но я предпочитаю более спокойные, более классические варианты. Есть, на самом деле, огромное количество способов выглядеть классно, хорошо, стильно и не замерзнуть. Вообще, конечно, контрастная обувь, яркая обувь – это очень и очень легкий способ поставить классный акцент при достаточно спокойной компоновке. Ну что ж, напоследок немного розового. Хотя я думаю, что все-таки это коллекция, это пальто из коллекции уходящего года. Но весной, как я уже сказала, мы, скорее всего, увидим снова много розового, самых разных оттенков. Что ж, дорогие зрители, как я люблю говорить в конце подобных видео, я очень надеюсь, что многие нашли для себя вдохновение в подобных видео. Потому что, на самом деле, выглядеть классно, хорошо и стильно достаточно просто. Самое главное – иметь желание и иметь вне, в которую смелость носить то, что тебе нравится, то, что тебе идет, и компоновать это так, как ты считаешь нужным. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok